Добрый день, уважаемые коллеги! Давайте я представлю вам программу мобильное приложение «Мобильный юрист», которая позволяет создать тысячу правильных документов и направить их по инстанциям. Эта программа по-настоящему новая, необычная. Посмотрите, пожалуйста, ее основные функции. Здесь имеется мега-меню, открыв которое, пользователь получает доступ к документам, к продукции, шаблонам документов. К экспертам, которые могут помочь ему в решении проблемы. Здесь доступна также аналитика, справочник регионов, городов, администрации, это Родина и так далее. Рассмотрим основные функции. Начнем с самого начала. Программа «Мобильный юрист» позволяет работать с несколькими предприятиями, имеющих, вообще говоря, разный налоговый режим. Как видите, здесь предприятия вводятся их данные. Можно уточнить реквизиты предприятия, выбрать этого предприятия главным и именно от него продолжить работу. Не забываем сохранить. Главное ведущее предприятие всегда находится в начале списка, вверху. В последующем, при добавлении договоров или размещении заказов, именно от этого предприятия выставляются документы. Рассмотрим вот эта кнопочка «Мир». Она показывает агентов, которые позволяют заключить сделку, помогают или урегулировать спор. Здесь представлены Россия и Казахстан. Возьмем произвольно, выберем определенную точку. Ну, как видите, здесь появляются списки специалистов, с которыми вы можете взаимодействовать. Вот Новосибирск, например, Орлов Владимир Иванович, эксперт по земельным вопросам. Итак, то, что касается главного меню, еще раз. Каждый раз, когда вы выбираете документы, можно за основу взять определенный шаблон. Пожалуйста, вот это шаблон договора заказчик поручает и исполнитель принимает на себя проведение комплекса правовых консультационных услуг в конкретной области. Как вы видите, здесь приведен фрагмент договора, но без так называемой шапки, где указаны реквизиты, и без подвала, где также указаны реквизиты и подписи. Однако, если этот договор отправить на печать, то появляются, вставляя реквизиты, в зависимости от контрагентов. Здесь контрагент, во-первых, типы этого договора. Я – это дилер, от имени которого заключается сделка. Он – это то лицо, в пользу которого услуга оказывается. Если вы добавите очередной документ, то снова программа будет предлагать вам выбрать определенный тип. Например, «Я – он гос». В качестве «Я» вы выбираете, например, «Сибирский центр медиации». «Он» – например, «Сукины сыновья», индивидуальный предприниматель. Здесь вы выбираете государственные органы, в которые обращаетесь. Арбитражный суд города Москвы. Вы можете направить документы только себе, только вашему визави, или себе и визави, и они будут направлены по электронной почте. Итак, в разделе «Судебные документы» вы, например, составляете исковое заявление. Выбираете шаблон. Заявление о признании обязательств по контракту исполненном. И так далее. Можно указать конкретный номер дела. И так далее. Можно поменять роль. Если моя роль, моя роль, конечно, должна быть истец. Давайте попробуем. Вот видите, роли поменялись. Теперь вот пошел сам текст искового заявления. Мы его сохраняем. Заявление направлено по электронной почте. Когда вы приобретете подписку на эту программу, вы убедитесь, что заявление составляется буквально за 20-30 секунд. Как видите, заявления самые разнообразные. Самые разные шаблоны. Еще раз о шаблонах. Они сгруппированы по этим ключевым признакам, как мы убедились с вами. Я, он. Я, он, гос. Я, он, гос, третье. Это означает, что, например, происходит спор, где рассматривается заявление или жалоба в налоговый орган и участвует третьим лицом, например, поручитель. И так далее. Различные виды договоров. Тройственные договоры с участием застройщика, инвестора, строительной компании. Самые разные. Теперь вот интересный справочник. Родина. Родина позволяет, как видите, сделать классификацию по регионам. Здесь самые разные регионы. Посмотрим, например, Архангельская область. Как видите, здесь для каждого региона представлены свои госорганы. При небольшой сноровке с помощью вот этого поискового окна вы можете отыскать по регионам и по видам госорганов, как, например, налоговые органы, судебные приставы, арбитражные суды. Вы можете ввести свою отраслевую классификацию в зависимости от потребностей именно вашей компании. Теперь то, что касается сделки визави. Вот так происходит взаимодействие. Посмотрите, пожалуйста. Здесь у нас выставлены определенные заказы. Когда мы открываем номинование предприятия Сукин и Сыновья, индивидуальный предприниматель, мы здесь видим все необходимые реквизиты и можно создать либо очередной заказ, либо новый документ.